В имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Глава 51. Невидимая брани преподобного Никодима Святогорца о молитве Иисусовой. Важен опыт. Не изучение просто информации об этом. Важна сама хотя бы попытка. И вот лет десять назад, когда там порой какие-то вещи попадались Феофана Затворника, Гнатия Бринчанинова. Ну, как информацию читаешь глазами, а соприкосновений никакого, ни малейшего даже нету, и кажется, что что-то не то. Вот, со временем, еще пару лет назад, очень мне понравилось, очень так легло на сердце собрание. Оно небольшое такое собрание, я уже говорил, у преподобного отца Макария Оптинского. Он по святым отцам собрал такую брошюрку предостережения молящемуся молитвы Иисусовой. Очень там хорошо он предупреждает, ибо все оружие сильное, нужное нам, но без должного умения владеть этим оружием можно и себе нанести серьезные раны. Были и есть такие молитвенники, которые излюбляли одну краткую молитву и ее непрестанно повторяли. Святой Кассиан говорит, что в Египте в его время обычной всем коротенькой молитвой был второй стих 69-го псалма «Боже, в помощь мою ванми, Господи, помощи ми подчися». О святом Иоаннике пишется в житии, что он все повторял такую молитву «Упование, мой отец, прибежище мое сын, покров мой дух святый». Ее же он и прилагал к каждому стиху 30 псалмов, им заученных и составляющих его молитвенное правило. Другой некто постоянной своей молитвой имел такие слова «Аз яко человек согреших, ты же, яко Бог, щедр, помилуй мя». Иные излюбляли для себя молитвки. С самого древнего времени очень многими избираема была молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Видим указания на нее у святого Ефрема, у святого Златоуста, у святого Исаака Сирианина, у святого Исихия, святого Варсонофия, святого Иоанна и святого Лествичника. Потом она, все более и более обобщаясь, устав всех исполнять стала и вошла даже в устав церковный, где предлагается взамен всех молитвословий домашних и всех служб церковных. Но это только по благословению можно стоить на такое и дерзать. И вообще лучше смириться. И смириться оно лучше. «У нас потому она из кратких молитв преимущественно и находится в употреблении. Ей потрудись навыкнуть и ты». Нужен труд, потому что нужно потрудиться. В результате этого труда с Божьей помощью приобретется навык, хотя бы молитвословие, а если Господь попустит, дарует, то возможность и сердце как-то загорится этой молитвой. И вот еще одно слово бы добавил, оно часто употребляется у преподобного Никодима Святогорца. «Если». «Если желаешь». Да, такое вот, если желаешь. А если порой и желаешь, а сил нет. И вот это хорошо увидеть свое бессилие. Ибо вот самость, самостоятельность, самомнение без видения своей немощи очень опасна в этом деле. «Молитва сия названа Иисусовой, потому что обращаются к Господу Иисусу и есть по составу своему словесная, как и всякая другая краткая молитвка. Умной уже она бывает и называться должна, когда возносится не одним словом, но и умом, и сердцем, с осознанием ее содержания и чувствованием. И особенно, когда через долгое со вниманием употребление так сливается с движениями Духа, что они одни и присущими видятся внутри, а слов как бы нет». Но вот оно и говорится, что не одним только словом, ибо ведь сказано, что «устами чтут меня, а сердце их далеко от меня», Господь сказал. «Опасность такого тараторения, как скороговорки, приобретения навыка чисто, скажем так, какого-то мышечно-словесного, такого воспроизводимого, без осознания того, что это всего лишь попытка вспоминать о Боге, пытаться молиться, но это не молитва. Это не молитва, не та, которая должна быть. Чтобы не мечтать, что я уже 100, 200, 300 в день сказал подряд, скороговорок, и уже молитва умная у меня. Нет, это шаг навстречу, труд, навык, возможно, приобретется. А когда Господь увидит, что полезно будет человеку, не опасно дать, попробовать, вкусить, соединить сердце, все внимание всех чувств соединить в сердце со словами, и происходит тогда вот это вот по воле Божьей, по Божьей милости, не своими силами. Всякая короткая молитвка может взойти на эту степень. Иисусовой же молитве принадлежит преимущественно потому, что она с Господом Иисусом сочетывает душу. А Господь и Иисус есть единственная дверь к богообщению, к снисканию которого и стремится молитва. Ну, в принципе, ради чего это все и происходит, чтобы возник навык богообщения, исповеди причастия как возможности получить благодать после смерти не будет. Только если сердце твое навыкло обращаться к Господу, молиться, общаться, стержать благодать, поэтому и будет питаться радостью богообщения в жизни вечной. Если нет, то печаль. Ибо Господь сам сказал, «Никто же приедет к Отцу, только к Мною. Посему стержавший ее усвояет себе всю силу воплощенного домостроительства, в чем и есть наше спасение. Слыша сие, ты не удивишься, почему ревнители о спасении не жалели труда, стараясь навыкнуть сей молитвы и усвоить себе силу ее. Возьми с них пример себе и ты». Какой пример? Тут ведь тоже помощники, чтобы свести человека с ровного, такого смиренного пути познания своей немощи. науськивать, чтобы ты взял пример там со святых, так же пости и цена, такие великие подвиги нес. А где тут смирение, что тебе это, ну, недостижимо тебе это, человек? Попроще надо быть. Но напитываться чтением жития святых, напитывать и ум, и сердце их примерами, и оно будет действовать. Это не значит, что ты как под копирку должен встать на столб там, да, и стоять. Нет. Читай, упражняйся, пробуй, но смирись, что не можешь, и оставь на волю Божию. Конечно, очень хорошо, когда вот есть община, когда есть тот человек, который не только научен информацией об этом, таком университетское такое богословие, которое может рассказать, что да, так есть, так можно, вот так советует делать, а который он сам еще делает, даже, может быть, без университетских, академических богословствований. Об этом можно молиться, чтобы Господь даровал такого человека. А если желаешь, как вот частенько вот это звучит, если желаешь. Если сам думаешь, что со всем разберешь, ну, это самость, это печаль, это опасность. Навыкновение молитвы Иисусовой внешне состоит в достижении того, чтобы она сама собой непрестанно вращалась на языке. Но это тоже надо трудиться, отвлечься от мыслей, забот, в прошлом, будущем, а уделять этому внимание, уделять этому время. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. С трудом появится опыт, что без Бога ты ничего не можешь. И это золотой опыт. Внутренне же в сосредоточении внимания ума в сердце и непрестанном в нем предстоянии пред Господом, сопровождающейся сердечной теплотой в разных степенях и отреванием всяких других помышлений, и наипаче сокрушенным и смиренным припаданием Господу Спасителю. Но вот это трезвение, это трезвение, это то бремя, которое благо есть. Когда Господь открывает твою немощь, ты смиряешься, хотя хочется быть крепким, сильным в молитве, но не получается. И вот как-то все нелогично происходит, когда вот и ничего не получается, и ты смиряешься, тогда Господь может и подает порой, чтобы поддержать, потому что такой же сильно большой ревности нет, конечно. Дерзновение от этого, если желаешь. Слабое есть, сильного дерзновения нет, но и так Господь порой бодрит, показывает, что это реальность, это возможно, такая молитва случается. Тогда уже свобода вот моего личного выбора. Господь показал, что так можно. А мне решать, иду я за Ним, за Христом, или нет? Вопрос вечности. Господи помилуй.